Здравствуйте! Это Деньги за неделю. Программа о том, что случилось с нашими кошельками за минувшие 7 дней. Меня зовут Павел Дивайкин. Вот о чем поговорим сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но мы плывем вот по такой вот трудной реке. Ситуация с пунктами техосмотров Тюменской области на этой неделе прояснилась. В реестр Российского союза автостраховщиков внесены 37 организаций, имеющих право проведения процедуры технического осмотра транспорта в нашем регионе. 11 из них находятся в Тюмени. Вся информация есть на сайте РСА. На интернет-странице ГИБДД представлено лишь 16 региональных операторов. В Российском союзе автостраховщиков еще ждут заявок. Вся процедура может занимать не более 25 дней при полном комплекте документов. Никаких конкурсов при проведении процедур нет. Просто оптимальное количество, именно сколько должно быть диагностических центров для того, чтобы покрыть бесперебойно по временным затратам весь парк автомобилей, используемых на территории Тюменской области, должен определить губернатор, либо правительство области. Губернатор Владимир Якушев уже утвердил предельную стоимость техосмотра в нашем регионе. Она одна из самых низких по стране. Осмотр легковых машин не должен стоить дороже 293 рублей, грузовых газелей 312 рублей, а мотоциклов 98 рублей. Госпошлину в регионе отменили, власти следят за ценами и отсутствием очередей. В Тюмени на этой неделе обсуждали местный рынок недвижимости. За округлый стол сели строители, риэлторы и чиновники. 2011 год был неплохим. Квартиры часто разлетались, как горячие пирожки. Ну а вот что будет в этом году. Анна Рабчук собирала мнение экспертов. К этому году рынок недвижимости подготовился основательно. Многие специалисты прогнозируют вторую волну кризиса. Повторять ошибок застройщики не хотят. Теперь они знают, спрос может не только замереть, но и пасть вовсе. Так что возводить нужно то, что будет востребовано в любое время. Мы подготовились к тем, что у нас сейчас очень много проектов, которые, как мы считаем, они в кризис будут продаваться. Понимаете? То есть если он будет. Будут продаваться по той цене, которая нам позволит их достроить. Новость о грядущем кризисе спрос только подогревает. Плюс ко всему идет оживление российской экономики. Так говорят эксперты. Сегодня они собрались за круглым столом, чтобы дать свои прогнозы. Недвижимость будет дорожать примерно на процент в месяц. Позже все зависит от банковских кредитов. Если ставка сейчас не изменится, то я думаю в этом году нас опять ожидает рост. В пределах инфляции может даже больше. Если банки сейчас начнут поднимать ставки резко, то допускаю, что роста может не быть в среднесрочной перспективе. Сегодня квадратный метр жилья в среднем стоит 43 тысячи рублей. За год он подорожал на 14 процентов. Говорят закономерно, в области хорошо работают государственные программы, а банки заманивают условиями по ипотеке. Прошлый год для строительного комплекса стал более чем успешным. Введено 1,2 млн. квадратных метров жилья. Это рекорд. И несмотря на пессимистичные прогнозы аналитиков, планку не собираются снижать ни риэлторы, ни застройщики, ни областные власти. Программы, которые мы реализовывали, мы видим их, ну, хороший процент результат реализации программ. Мы видим сегодня, что по тем программам, которые мы начинали, мы сделали хороший задел в 2011 году и видим их продолжение в 2012 году. Но для этого нужно грамотно подойти к вложениям, чтобы сохранить деньги, опять же, в случае кризиса. Застройщики советуют брать одно и двухкомнатные долевки. На нулевом цикле в рост жилья, ну, планируется где-то рост цен, планируется в рамках инфляции, ну, это примерно до 8% в течение года. А после того, как жилье возводится постепенно, после того, как уже будут построены все дома, жилье возрастает, стоимость жилья возрастает порядка 30-50%. Впрочем, запугивать жителей кризисом и ростом цен – это в духе застройщиков. Пока они готовят себе подушку безопасности, потом будут действовать по ситуации. Анна Рабчук, Александр Вележанин для Сибинфорумбюро. Некоторые эксперты говорят, что бум на рынке недвижимости объясняется очень просто. С начала 2011-го много говорили про крах доллара, затем о проблемах евро. В итоге народ с деньгами просто начал потрошить валютные заначки и покупать квартиры. Но это одна из версий. Ну, а теперь об инвестициях на фондовом рынке, вернее, паевых инвестиционных фондах. Минувший год стал для них очень непростым. Положительную доходность показали только 72 кифа. Лучшим стал фонд «Альфа Капитал» сырьевые рынки – плюс 82%. Норд Капитал Облигации – 11,9%. Ну, а замыкая тройку лидеров фонд «Райфайзен США» – 10,3%. Аутсайдером гонки управляющих стал фонд «Капитал Энергетический». Он похудел более чем на 50%. Вот такая не очень веселая статистика, но надо понимать, что рынки живут циклично и за спадом может последовать подъем. Чего нам ждать от паевых инвест-фондов в 2012 году? Давайте обсудим эту тему с экспертом. У нас в гостях руководитель тюменского филиала компании «Тройка Диалог» Андрей Гребенкин. Здрасте, Андрей. Добрый день, Павел. Ну, первый вопрос. Мы с вами будем обсуждать сейчас все-таки, что нас ждет в 2012 году на рынке коллективных инвестиций. И вот первый вопрос такой. У нас с вами всего 15, по-моему, фондов в основном в облигации сумело переиграть инфляцию, которая у нас составляет около 6%. Вот все-таки с чем это связано? Это что, надо управляющих уже увольнять или как? Хороший вопрос. Управляющих не нужно менять. Многие из них, уважаемые люди, показывали хорошие результаты в предыдущие годы. Причины падения достаточно широко известны. Это нестабильная ситуация в Европе, в США. И вы правильно сказали, у нас всего лишь 15 фондов по итогам 2011 года показали положительный результат, превышающий инфляцию. В основном это консервативная стратегия, это фонды акций, это фонды облигаций, которые ориентируются на доходность выше банковского депозита. Большинство фондов показали негативный результат. Российские фондовые индексы за 2011 год снизились от 17% до 22%. Скажите, а как обстоит ситуация с активами паевых инвестиционных фондов? Все-таки несет народ деньги или выносит? Вы знаете, информация в принципе открытая. Если смотреть последние полгода, то в большей степени мы наблюдали отток средств из фондов. Наверное, это понятно и логично. То есть инвесторы не любят инвестировать, когда неспокойно в Европе и США. Когда говорят о второй волне кризиса и нестабильности на рынках, поэтому в большей степени люди забирали средства, нежели вкладывали их. Вы послушайте, даже 6% годовых это все-таки ниже ставок банковского депозита. Сейчас даже достаточно крупные банки уже берут под 8% деньги у населения и так далее. Вы как-то не боитесь конкуренции со стороны именно кредитных организаций? С точки зрения паевых инвестиционных фондов у нас традиционная, так скажем, круг инвесторов. Вот это те люди, которые хотят как-то диверсифицировать свои вложения. То есть у них есть депозиты в банках, у них куплена валюта, у них есть валютные депозиты. И они хотят неким образом диверсифицировать через фондовый рынок. То есть это либо фонды акций, в которых можно заработать 2-3 и больше ставок банковского депозита в нормальных условиях. Есть фонды облигаций, которые показывают динамику лучше, чем банковские депозиты. Поэтому мы в основном ориентируемся на такого рода клиентов. Все-таки вот идея инвестирования в фонды акций, она по-прежнему актуальна? И может быть какие-то отрасли, именно отраслевые какие-то фонды посоветуете, как потенциальную какую-то идею на 2012 год? Ну вот если вернуться к цифрам, то есть в среднем российские ценные бумаги потеряли порядка 20% за 2011 год. Отдельные истории, отдельные компании у нас упали в 3-4 раза. То есть как будто у нас апогей кризиса 2008 года в России. Хотя на самом деле у нас в стране все достаточно нормально и стабильная макроэкономическая ситуация. Что касается отдельных историй, на что можно посмотреть, на какие сектора, то вот наши аналитики компании «Тройка Диалог», они выделяют прежде всего нефтегазовый сектор, металлургия. Но опять же мы рекомендуем первую половину года занимать выжидательную позицию. Скорее всего, средства нужно держать в депозитах, либо в фондах облигаций. И уже примерно со второй половины года, когда будет разрешение европейских проблем, когда мы увидим некоторое облегчение в Европе, в США, можно будет уже присматриваться к фондам акций. Кстати, продолжим эту тему защитных инвестиций. Если говорить про смешанные фонды, про фонды облигаций, все-таки как с ними могут обстоять дела, какую доходность можно ожидать в 2012 году? Ну, если возвращаться к фондам облигаций, то, скорее всего, фантастики не будет. Это мы видим традиционно. То есть, ориентир по фондам облигаций, фондам смешанных инвестиций – это 1-1,5 ставки банковского депозита в нормальных условиях. Если говорить про фонды акций в нормальных условиях, когда у нас не идет каких-то сумасшедших кризисных явлений, то мы можем говорить о 2-3 ставках банковского депозита в среднесрочной перспективе. Поэтому 2011 год был непростым для рынка, 2012 в принципе начинается так же не сильно хорошо. Рынки не могут падать по определению большую часть времени, все равно начинает скапливаться какая-то критическая масса денежных средств. Люди смотрят на ценные бумаги, смотрят, что они привлекательные. Рассчитывая на среднесрочную перспективу, они хотят, естественно, заработать больше, чем на депозите. Теперь о консервативных способах инвестирования. Поговорим о вкладах. Интернет-издание «Вслухру» на этой неделе сообщило, что практически все местные кредитные организации в конце прошлого года и в начале этого увеличили проценты по депозитам. Так, банк приобъя принимает деньги под 9,75% годовых. Сибирский банк реконструкции и развития платит вкладчикам до 10,5%. Даже такой гигант, как Ханты-Мансийский банк поднял ставки по вкладам до 8,5%. И Сибнефтебанки, Строэллесбанк также увеличили ставки по вкладам. Между тем, по сравнению с 2009-2010 годами, тюменцы, жители области принесли в банки гораздо меньше денег. Если раньше объем вкладов рос на 20 с лишним процентов в год, то в прошлом году только на 14%. Старайтесь, наверное, больше стали, а не сберегать. В сентябре 2009-го предпринимательница Татьяна Пальянова из Армезонского района открыла небольшое швейное производство. Четыре машины, простые заказы. Сегодня у нее в команде уже 10 человек, 13 станков и, самое главное, прибыль. Как ей это удалось добиться всего за два года, на этой неделе бизнес-план составляла Инесса Михайловская. Вот так вот. И чтобы подклад не вылазил. Вторую жизнь, казалось бы, безнадежные вещи дают в местном швейном цехе. Для райцентра это скорее мини-фабрика. В 2009-м начали с постельного белья, полотенец и ремонта одежды. А потом пошли заказы посерьезнее. Хватило, чтобы хозяйка Татьяна Пальянова задумалась о создании собственной коллекции детской одежды. Наши дизайнерские проекты. Вот, например, такое вот платье. Это внушительная коллекция. Каждая вещь, между прочим, в единственном экземпляре – ответ китайскому ширпотребу. Он вроде и недорогой, но сшит зачастую халтурно. У Пальяновой на совесть. И стоит дешевле. Конкурировать с Китаем очень тяжело. Но мы плывем вот по такой вот трудной реке. У истоков этого производства стояла и Олеся Носова с первого дня. Здесь у каждого работника своя машина, немного свободы творчества. Бывает же, вот если как-то и покрой другой, и охота где-то кармашки обработать по-другому. Где-то сам уже это все придумываешь, сам делаешь. Если тебе интересно вот это нравится, значит и другому будет красиво. Сейчас швейным делом занято 10 человек. Приходится самим придумывать оригинальные детали и даже модели. Вот составили свой каталог. Армейновский журнал «МОД». А новые идеи приходят снова и снова. Хозяйка говорит, если расшириться, можно в две смены работать. Шить целые партии спецодежды, например. А еще оборудование не мешало бы подкупить. Идут корректировать боковые швы, как у норковых шуб, у мутоновых шуб. У нас не хватает скорняшки. И нет у нас еще петельной машины. Она тоже дорогостоящая. Швейное производство на селе остается делом прибыльным. Ежемесячные расходы примерно 130 тысяч рублей, доходы на 100 тысяч больше. Однако пока больным остается вопрос реализации. Швейный цех завоевал лишь часть района. А мог бы покорить и всю область. И тогда уже речь пойдет не о мини-производстве, а о бармезонской швейной фабрике. На этом все. Наша новая встреча ровно через неделю в это же время. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова